Серов, Кустодиев, Машков, ДНК, Арепин и Верещагин. В московском Манеже продолжается выставка «Сокровища музеев России». В выставочном зале собраны шедевры искусства, бережно хранимые в провинциальных музеях. Почти 300 полотен знаменитых и малоизвестных художников ждут посетителей под сводами Манежа. Встречают и провожают зрителя образ Богородицы Умиления, чудотворные иконы XVI века и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Святыня богато украшена драгоценными камнями в память чудесного избавления города Пскова от тяжелой осады 1581 года. Галина Ледвина продолжит. В едином собрании художественные произведения из разных уголков страны. Но поражает выставка не только географии. В Манеже представлены произведения нескольких столетий. Из всех вместе взятых картин зритель может сложить образ России. Это, конечно же, подарок, шикарный подарок, прежде всего, москвичам и гостям столицы. Но и мы, профессиональные музейщики, тоже получили уникальную возможность познакомиться с коллекциями, с уникальными произведениями из различных коллекций нашей страны. Образы святых из собраний Ростова-Ярославского и Владимира Суздальского музеев-заповедников, а также из Вологды и Кирилла Белозерского монастыря. Специально для выставки в Манеже был отреставрирован образ преподобного Сергия Радонежского 17 века с 20 клеймами. Здесь мы видим канонический образ жития, то есть построение вокруг самого образа. Эта икона была недавно только отреставрирована, была в очень тяжелом состоянии. Как я уже сказал, икона 17 века. Икона привезена из Ярославля, из музея в Ярославле. Икона уникальная, действительно, посмотрите, какое письмо. Это просто образ той каноничности, которая может быть. Икона идеальна в сочетании, как цветовой гамме, так и написании. Среди провинциальных портретов один из самых заметных – хор архангелогородского епископа Арсения Верещагина, работа безымянного автора. Рядом – митрополит московский Филарет. Иконы и портреты 17 века сменяют пейзажные полотна. В экспозиции безошибочно узнаваемый всеми – Шишкин. Рынок в Нижнем Новгороде – работа Верещагина. Зритель словно разглядывает только что снятый на фотокамеру кадр. Одна из первых картин эпохи модерна – работа художника и коллектива Маковского. Отсылка к старине. Тот самый неорусский стиль известный. Дело в том, что Маковский был коллекционером, помимо того, что он был известным художником. И он собирал костюмы. И эти костюмы наряжал моделей. Вот этот вот образ перед нами предстает. Это те самые люди. Это была по-настоящему создана сцена. По-настоящему люди так сидели. И по-настоящему они расчесывали волосы. Они стояли. Кто-то плакал в ногах у той девицы, которая выходит замуж. И эти костюмы сохранились до сих пор в собрании Маковского. Тема выбора пути волновала Виктора Васнецова. Из Ярославского музея прибыл его шедевр «Витязь на распутье». Потомственный славянофил писал свой русский сюжет, основанный на красивом и древнем русском фольклоре. Период XIX века представлен также парадным портретом императора Николая II кисти Либгарта из царского села. Рядом портрет Великой княжны Ксении Александровны Кисти Серова. Прибыл из Пскова. Неофициальной эмблемой выставки стал портрет Марии Тенишевой. Написан Ильёй Репиным. Дело в том, что Мария Клавдия Тенишева была одной из меценаток художества. Она была одной из тех людей, которые основали множество художественных школ в России. И из этих школ выросло достаточно много других известных художников. В том числе та самая Серебрякова. Она создала еще Академию художеств в Петербурге. Помимо той Академии художеств, которую мы все с вами знаем. В Манеже в рамках экспозиции проходят мастер-классы и кинопоказы. Выставка будет работать до 25 ноября. Вход на нее бесплатный. Цикл экспозиции планируется продолжить. Выставки посвятят русскому и западноевропейскому искусству. Но это уже в 2019-2020 годах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова